12-летняя воспитанница детской спортивной школы «Льдинка» Ева Шульга сотворила сенсацию в фигурном катании Украины. Одесситка стала бронзовым призером чемпионата Украины среди соперниц, которые гораздо старше нее – юниорок до 19 лет. В Киеве состоялся первый взрослый старт юной одесситки. У меня была длительная подготовка. Тогда закончился юношеский чемпионат Украины. И мы сразу узнали, что я буду выступать на юниорском чемпионате Украины. У меня было два с половиной месяца для того, чтобы подготовиться. Я и болела, и были новогодние праздники, и у меня были проблемы со спиной. Это, естественно, немножко мешало подготовке. Но, в принципе, на чемпионат я была в достаточно хорошей форме. Я очень волновалась, потому что, в принципе, этот чемпионат определяет, можно так сказать, мою судьбу на следующий сезон. То есть моя цель была занять это третье место. И так у меня, можно так сказать, есть путевка на гран-при. В короткой программе подопечная Георгия Старкова заняла пятое место, а в произвольную успешность сделала сложную комбинацию прыжков, куда вошли двойной аксель, ойлер и новый каскад с двумя тройными тулупами. После выступления фигуристка пополнила свою коллекцию мягких наград. В короткой программе мне удалось, кривовато, исполнить новый для меня каскад тройный тулуп. Тройный тулуп – это новая ступень, потому что это два тройных прыжка. Это уже каскад на всю жизнь. Его исполняют и очень взрослые, очень опытные фигуристы. В прошлый раз, когда я была здесь, то мне кинули Решу, это маленький розовый ждун. И я решила, что это будет прикольно, если я принесу Джонни, моего жарапчика, которого нам кинули друзья моего папы на лед. Это ручная работа, поэтому он мне близок. Вот это жарапчик, у меня еще таких не было. Ну вот, Джонни. В планах у спортсменки участие в международном турнире в Польше и в финале украинских этапов. Сейчас Ева входит в резерв сборной Украины, но из-за возраста пока не может принимать участие в чемпионатах Европы и мира. Главный вопрос – это подготовка летом, когда в Одесском дворце спорта растопят лед. И для качественной подготовки фигуристке придется ездить в другие города Украины или даже за границу.